Я думаю, что многие со мной согласятся, что ресторанная жизнь нашего города бурлит. Но несмотря на то, что каждый месяц, наверное, каждый сезон открываются и закрываются какие-либо заведения, все равно наша любовь принадлежит одному из них – ресторану «Пушка», который сегодня празднует свое 14-летие. И искренне надеюсь, что даже те, кто не смог прийти сегодня на празднование, передают свои поздравления и любовь этому заведению. 14 лет назад, когда мы этот ресторан открывали, мы сразу понимали, что этот ресторан будет особый из-за того, что здесь старинное здание и присутствует какой-то дух старины. Через пару лет узнали, что это дом Варвары Каринской, у которой был отец-купец Жмутский. А Варвара Каринская, после революции эмирировав в Америку, взяла два «Оскара» как художник по костюмам. И может, в этом и есть какая-то часть того, что именно способствует атмосфере, которая здесь царит. Хочу поздравить ресторан «Пушка» с 14-летием. Это довольно-таки большая дата. Мне приятно, что в нашем городе есть такой красивый, замечательный ресторан. Я его очень люблю, часто посещаю. Мы с вами создаем атмосферу, и в данном случае в этом ресторане замечательная атмосфера, за которую мы все благодарны нашим друзьям, учредителям данного ресторана, которых мы очень любим и уважаем. Спасибо вам огромное, и с днем праздника! Сегодня ты являешься такой звездой, фишкой вечера, фишкой дня рождения. И ты сегодня подготовил для гостей определенную новинку. Расскажи, пожалуйста, что это? Подготовили сегодня ребра по-новозеландски. Это именно так, как готовят новозеландцы. Для этого нужно было развести именно определенную конструкцию, как вы видите. У нас все именно на таких штырьках. Но мы, походу, лучше приготовили, чем новозеландцы. Но мы чуть-чуть дополнили своих вкусовых для наших людей. Ну и сделали просто шедевр. То есть это берется целый ягненок, правильно? Да. И вот он одевается на какую-то огромную палочку, скажем так. Потом предварительно маринуется или что-то в этом духе. Какой рецепт? Немного приоткрою вот тайну. Не скажу. За то время, что мы знакомы с этим прекрасным заведением, мы, наверное, не клиенты, мы, наверное, все-таки уже друзья. Хочется пожелать, конечно, процветания. Очень приятно здесь находиться. Я живу. Очень приятная, теплая, душевная атмосфера. Пожелать оставаться такими же современными, такими же гостеприимными, такими же добродушными, приятными. Это касается и руководства, и официантов, то есть всего персонала. То есть им огромное спасибо за ту атмосферу, которую они создают. Хочелось бы пожелать процветания, держать себя постоянно в тонусе и радовать новой вкусной кухней, новыми рецептами. Спасибо большое за гостеприимство. Каждый сезон, наверное, даже каждый месяц очень многие люди остаются верными. Верными гостями, верными клиентами непосредственно ресторана «Пушка». Как вы думаете, все-таки с чем это связано? У нас практически 70% персонала остались с открытия. Гости, которые к нам ходят, их знают всех по имени. Те, кто даже новые, к нам приходят новые гости, их тоже мы начинаем называть по имени. И люди чувствуют наше к ним отношение, именно что у нас ресторан не пафос, а ресторан именно для комфортного времяпрепровождения. Ресторан демократичный, ресторан уютный. То есть к нам можно прийти как и красиво одетым, так и по-простому. И мы будем всем рады. Я хотела признаться в любви этому месту и сказать о том, что действительно я провожу здесь довольно-таки много времени, и зимой, и осенью, и летом на летнем дворике. Если он закрыт по какой-то причине, по погодным условиям, я всегда найду себе местечко, сесть где-нибудь спрятаться внутри. В любом случае, я могу сказать, что я как была здесь, так и буду. И собираюсь, кстати, отмечать здесь свое 60-летие. Позову очень много гостей. Ты, кстати, если что, приглашена. Да, будьте любезны, уж как-нибудь. Даже если не ногами, то уж тут, там, пусть привезут. Да, ну, в общем, встречаемся все здесь. Лет так через 30. Сильно заметно, что я... 35. Да, 35. Дорогие друзья, с праздником вас, с 14-летием. И я надеюсь, что я не одна такая в этом городе. Нас много, нас тысячи, нас сотни тысяч. Приходите и наслаждайтесь. Здесь действительно круто. Что вот вы для себя в последнее время открыли? Где-то, наверное, в другом месте. Возможно, блюдо какой-то другой кухни. И привнесли непосредственно в меню пушки. Вот сегодня посреди площадки соорудили специальную конструкцию, такую бразильскую, на которой жарятся ягнята, перепелки, овощи. Технология действительно уникальная. В дальнейшем вот сейчас мы хотим гостей угостить этим мясом молодых ягнят, которые в 12 часов дня томятся у нас посредине, как говорится, нашей площадки. Ну, в любом случае, сегодня день рождения пушки. Я думаю, что и для тебя это уже не просто работа, наверное, семья, и для нас в том числе. Поэтому именинника, ну, правильно поздравить все-таки в день рождения. Поэтому от тебя поздравления в честь именинника. Сто процентов. Здоровичка главное, да, всем причем посетителям. А в вторую очередь процветание, да, пушечки. Пусть она стреляет еще не один год. Когда мы пушки, барма миксует, пусть каркас знает, злобин колдует. Встречайте блюда из ягнят. На самом деле потрясающее место, потрясающее, потому что, ну, вряд ли найдется хоть один житель этого города, и не только, но и гость этого города, который не знал бы это прекрасное место. Тем паче, что тут же это же историческое здание, здесь же Варвара Каринская жила, здесь же, в общем, было сконцентрировано, вот в этом районе, в Харькове, было сконцентрировано весь цвет вообще научной, интеллигентной и культурной мысли нашего города. И сегодня, спустя многие-многие годы, все так же. В 2003 году я действительно был юный, махонькой, ничего не знающий парень. Я зашел сюда, мне говорят, ты что пришел? Я говорю, хочу провести открытие. Они говорят, пошел вон. А я говорю, пожалуйста. Они говорят, ладно, даем тебе шанс. И далее. И с того момента, вот как пошло. Пошло просто, пошло, пошло. И я бы уже рад остановиться. Остановись. Остановился. Знаете, эмоции переполняет, потому что, как всегда, атмосфера сказочная. Все очень вкусно, красиво, здорово. Я очень люблю не только этот ресторан, я люблю всю сеть Синдикат Вкусов. Я очень люблю ресторан Монтана. Недавно мы там тоже встречались. Я безумно люблю пушку на протяжении 14 лет, наверное, регулярно посещаем, обедаем, ужинаем, иногда завтракаем. Этот ресторан с каждым годом процветает. Кухня совершенствуется. Гости остаются прежними и только добавляются. Мне бы хотелось пожелать ресторану процветания, прекрасных гостей, постоянных. Вот, постоянство. Это очень важно в нашей жизни. И, конечно же, всего самого доброго, светлого, радужного. Здесь всегда прекрасная царит энергетика. Все прекрасно. Спасибо большое. Я очень люблю этот ресторан. Я очень люблю все, что с ним связано. У меня с этим соведением действительно сложились особо теплые отношения. Если мне хочется для себя и для своих друзей какой-то особой атмосферы, я, конечно же, иду сюда. Ну, чего хочется пожелать. Ну, процветания, конечно же. Быть самой передовой гастро-артиллерией нашего города. Это бить всегда в цель и попадать в нее. Мы не знаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok